Патриотическая стрельба из артиллерии. Ярославцы больше не попадут в ад. Бессмертный полк прошел в водоеме. Но если Путина нет, то и войны нету. Привет, молодежь! И это новый выпуск подкаста 7 на 7 у вас голосовое. Подкаст, в котором вы сможете услышать такое, что не услышите нигде. Региональные новости с моими комментариями. Кто я такой? Отличный вопрос. Я стендап-комик Саша Нижегородцев. Ваш свет в царстве тьмы. Поехали! В реестр иноагентов попала Мария Певчих. Как неожиданно. Так неожиданно и приятно! Кто дальше? Алексей Навальный. Я пробил по своим секретным источникам. Первая буква В, вторая икипедия. И не нашел информации о том, что Алексей Навальный является иноагентом. Может, я, конечно, ошибаюсь. Но может, кто-то идиот. И постоянно забывает его включить в этот список. Хотя, мне кажется, этот статус в первую очередь получают люди, которых нельзя посадить прямо сейчас. Если меня новичком не отравили, ну как-то я выкрутуюсь. Я знаю, почему Навального не делают иноагентом. Потому что тогда придется его назвать. Понять. Простить. Принять. Нельзя сделать иноагентом этого гражданина. В этом случае был бы странный список. Певчих, Кац и этот чувак. Все бы нормально. Плюс, если Навальный получит этот статус в тюрьме, то это покажет, насколько круто Запад может распространять свое влияние. Военный из одной воинской части, мне запретили говорить и с какой, пожаловался на сборы денег. Деньги давайте бумажные. Почему бумажные? Так нужно. В апреле офицер поручил командирам проследить за сбором средств на похороны военного из поселка Луначарский. 392 военнослужащих должны были скинуться по 100 рублей, чтобы собрать около 40 тысяч. Я считаю, ужасно просить военных скинуться на похороны другому военному. Тут нужна красивая аналогия. Это как просить подругу своей бывшей переспать с тобой, но с тем условием, что она знает, что ты заразил ее подругу хламидиями. В Твери подожгли военкомат. Бывает. Обгоревшую стену закрыли баннером ко дню победы. Экономно. А главное, патриотично. Ебай как патриотично. В Ярославле после жалобы национал-консерваторов закрылся бар-ад. 28 апреля национал-консервативное движение «Зов народа» обратилось к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и местному митрополиту Вадиму. Участники потребовали дать ответ навязыванию сатанистских свобод. Навязывание сатанистских свобод. Что это нахуй значит? Знаете, я заинтересовался значением этого выражения и ничего не нашел. Это выдуманная терминология, которую можно как угодно интерпретировать. Из-за этого они закрыли бар-ад. Зато я точно знаю, куда попадут эти люди. Не страшно? Нет. Ты везучий человек. Да, я, конечно, я счастливчик, да. Конечно, и поэтому ты со мной разговариваешь. Конечно. Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Охуеть, бля. Тут нормальная, бля, ебанула. По обновленной информации, машину разорвало на две части. Видимо, кто-то захотел, чтобы Захара Прилепина стало в два раза больше. Но если без шуток, то Захар Прилепин – это тот человек, который многократно признавался в массовом убийстве украинцев. Что бы там ни говорили, я управлял бы подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться. Поэтому нет ничего удивительного, что у него есть враги. Бесы лезут наружу. Такой уж день. Для меня большее удивление в том, что не было раньше ежедневных новостей на тему «Сегодня никто не покушался на Захара Прилепина». Продолжаем работать. Что-то страшное оно творит. Совсем Мичурино перекрыто, короче. Житель Ейска подорвал себя вместе с машиной, когда к нему подошли силовики. Слушай, ну красиво они подъехали. Охуеть. Сотрудники ДПС остановили Ниву утром. Водитель отказался показывать документы и пригрозил совершить самоподрыв. Силовики перекрыли движение и оцепили район. Видимо, жителю Ейска показалось, что вместе с ним в машине сидел Захар Прилепин. Военные устроили патриотическую стрельбу из артиллерии возле ТРЦ в Новосибирске. Когда решила выспаться, и тебя нежно разбудили, чуть сердце не остановилось. Спасибо, что рядом с домом выбрали место для залпов. Иронично прокомментировала местная жительница. Если честно, я бы сам от такого охуел. Хотя каждое утро я просыпаюсь от того, что мой сосед пытается перепеть Адель. Наверное, думаете, артиллерийские выстрелы значительно хуже? Может быть. Но я не думаю, что они продолжаются по 6 часов подряд. Надеюсь, что практически никому плохого не сделают. И этим коржусь. Как российские города украсили ко дню победы в 440-й день войны в Украине. Власти читы установили фото-зону с буквой «З» и фигурами военных, которым можно подставить свое лицо. Можно, но не очень хочется. В Белгороде на фасаде торгового центра появился баннер «Михаил с днем рождения» с георгиевской лентой. Неизвестные адресовали поздравления племяннику экс-губернатора Михаилу Савченко. Это прежде всего ответственность в квадрате, потому что тебе доверяют, и ты понимаешь, что ты еще и лично человек, а не должен подвезти. И в Екатеринбурге на остановке разместили баннер «Спасибо за жизнь без войны». Звучит крайне иронично. Еще бы текст заборчиком сделали. Тюменские моржи провели акцию бессмертного полка методом прыжка с парашютом. Драйверы из Екатеринбурга спустились на дно с портретами погибших героев. Это похоже на какой-то сюр. Что может быть хуже? Тюменские моржи устроили патриотический заплыв. Необычно немножко для нас, но тем не менее это патриотично. Блядь. Гетто в озере, гетто в озере, три гитаря живого дна. Гетто в озере, гетто в озере, тишина. Всем большое спасибо. С вами был Саша Нижегородцев. Обязательно подписывайтесь на 7 на 7. Ставьте свои реакции, делитесь этим видео и аудио. И вообще не унывайте. Как сказал мой хороший друг из Африки, Россия не самая плохая страна в мире. Но в Африке есть страны и получше.